МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомелюстуды и працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Будучи интеллектуальные лидеры краины, сегодня у Гомеля вручили премии облвыконкам. Марш Мендельсона, золотые кольца и головные документы в житии. Органам ЗАГС Беларуси сегодня 100 годов. Шлях миру Нодора Бярыдзе пролег прозгомель. Вядомый грузинский велоподорожник наведал областный центр. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко по вынигах 2017 года плануя заслухать справоздаши керавництва усих силовых структур. Об этом он заявил сегодня, принимающий с докладом старшиню Следующего комитета Ивана Наскевича. Керавник ведомства доложил об выниках работы Следующего комитета о проблемных пытаниях и перспективах развития. Вот им лику международного супрацовництва. У целом Следующий комитет в 2017 году працывал в умовах знижения нагрузки у поравнании с попередним периодом. Прыклады на 7-7,5%. И этот процесс отповедает целым знижению злошинности Украины за этот шпирит. Отзначил Иван Наскевич. Тут про мая залежность. Меньше поступая заяв и поведомлением об злошинствах, меньше узбуждается криминальных справ, которые находятся у ведения следших. Самых талиновитых детей Беларуси запросятся на новогоднее свято у Палац Незалежности, у яким плануется удел керавника державы Александра Лукашенко. Кульминации акции «Наши дети» по традиции станет головная елка краины. Свято пройдет 28-го снежня у Палацы Республики. А днем ранее отбудется еще одна сустреча, которая безумовно запомнится ее удельникам на зауседы. Переможцы у школьных олимпиад, юных новаторов и выноходников, выдатников и самых активных под Новый год запрашают у Палац Незалежности. На святошном мероприемстве дети смогут поделиться новыми идеями и рассказать про свои проекты. Тем временем сегодня у Гомеля узнагородили новученцев, которые достигнули значительных выникнов в интеллектуальной и громадской деятельности. Премии областного выконавчего комитета отримали 50 новученцев региона. На урочистой церемонии побывали наши корреспонденты. Янис и правды мы танкированы, креативные и талиновиты. У файе областного громадско-культурного центра разгорнулася выстава робототехники. Уси экспонаты зроблены новученцами Гомельской области и могут выкаристовываться не только для цикавого баулення часу. На церемонию узнагородживания премиями або выконками запросили 50 новученцев у стану средней профессийно-технической и средней специальной адукации разом с батьками и наставниками. Урештая, поспехи детей. Это и их поспехи. Моя задача как наставника – зацикавить, убачить эти алмазики и далее их отшлифовывать. Отшлифовывать, как они горели. И вот, когда наставник будет сам хворять своей работой, хворять своим талентом, выучать родную мову, выучать родный край, спадщину, тогда и дети пойдут за им. За 19-го года уручения премий або выконками их отримали 920 талиновитых молодых людей. По мер узнагороды Дарыша складает 10 базовых величин. Зараз это 230 рублей. На что будут потрачены эти сроки? Особистая справа каждого. А лезь род явных приоритетов в протяге адукации. При тем, что каждый из них уже досягнул значных вышинев. Об этом свечают медали республиканских и международных олимпиад, дипломов взлетов, рационализаторов и навыково-инженерных конкурсов. На учении 30-й Гомельской средней школы Константин Шинкароу бронзовую медаль отримал на Международной конференции молодых ученых. Будущий математик представил работу, назву якой не специалисту у этой сферы навык запомнить тяжко. Эксцентриситет вершиня в связанных регулярных графах. Меж тем, за этими словами, серьезная праца, якая мая прикладный характер. Моя работа применима в практическом плане и в коммуникационных транспортных системах, и в экономике, может быть, и в логистике, и в программировании, и в некоторых других сферах деятельности человека применима. В дальнейшем буду связывать свою жизнь с математикой, информатикой. И один из сильнейших вузов нашей страны меня приглашал. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо Компания Гомель. Протягиваем выпуск выборчая комиссии. Завершили регистрацию инициативных групп, которые будут заниматься сбором подписов по получению кандидатов в Мясцовые советы. 18 лютого на Гомельчине необходимо выбрать 3524 депутаты, в тем лику 2716 в Сельские советы. Ходом выборчей кампании у вёска Хлоевского района потекавился Олег Синтеров. Светлану Дегтяренко можно назвать депутатом со стажем. Страдубский сельский совет и она изначаливая уже 21 год, а тому на своей территории, не просто ведая у всех вёскаусов, а ей может вносить подоход до кожного. Кажется, что 18 лютого удел у выборов примыть практически все унесенные списки для голосования. Похоже, у будинку сельсовета организованы куток выборчика, где можно ознайомиться с основными законодавчими документами. После регистрации кандидатов тут же заявится и информация про кожных язык. А про чатого размыва в выборах у местовые советы будет вестися подчас особистых сусерч с людьми. По колькости населенных пунктов, Страдубский сельский совет в Лоевском районе самый великий. Иншая справа, что у некоторых вёсках засталось всего по некакий человек. Неколь вёска Бушатин Лоевского района лечилась великим населенным пунктом. По словам, с самих местовых жахаров тут было богато людей. Зараз у Бушатине засталось всего 7 пенсионеров. Работа автомагазина, нарыхтовка дров, ремонт дорог и очистка колодежей. Наверное, у невеликой вёсцы для депутата завсёдой знайдится жмата справа. По словам, с Сашинистей совета в некий период Бушатин стал нагадывать джунгли. После того, как вёсковцы переехали у инши населенные пункты, их участки поступово пришли у Занепад. Теперь тут навели парадок. Непотребные рослины спиловали, побудовы снесли, а землю передали у сельско-господаршую в творчестве. За время действия указа мы снесли очень много домов. Почти в каждом населенном пункте работа проводилась. Но не останавливаемся. На сегодняшний день у нас ещё ведутся работы по трём населенным пунктам. Это Чаплин, Марс и Городок. На сегодняшний день у нас ведутся работы по сносу домов. Осваиваем деньги, выделенные нам на реализацию этого указа. Хоть не все работы сегодня выконываются выключено за бюджетные сродки, притягнуть населенство до наведения парадок в своих вёсках – одна задач местовой улады. В Калпенском сельском совете в этом году и пошкодженные краедом древы пиловали, и детяшие городки створали. От срубленных на заводах яны, заразумело, одрозниваются, а лепопулярностью сярод местовых детей корыстаются не меньше значной. И ещё таких городков ящеден плюс. То, что срублено своими руками, завсюду лепш заховывается. По инициативе депутатов при помощи населения ни одной копейки с бюджета не было затрачено. Всё сделано руками депутатов, учителей, именно жителей населенных пунктов. Многие люди крашивают свои дома, высаживают цветы возле домов, занимаются благоустройством. Все, конечно, хотят, чтобы свой населенный пункт был самый красивый, самый цветущий. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Лоевский район. Снижение энергозатраты перепрацовучей галине в «Гомеле» прошел республиканский семинар за делом керавников мясомолочных компаний. Про мягчимость экономии энергетических ресурсов доведались наши корреспонденты. Перепрацовучая галина для державы – сярод самых важных. Але для подтримания ее конкурентоздольности необходимы значные сродки. По час нарады огучивается личба. На модернизацию галины Украине было выдатковано больше 4 миллиарда долларов. Дякучи принятым мерам, за пошний год энергозатраты знизились на 1%, что дозволило зэкономить 260 миллионов долларов. Гэта шмат, але явно недостаткова. Тембольш, что бюджетные сродки укладывались с конкретной метой – насыщение внутреннего рынка, якосной и разностайной продукции, плюс повеличение экспортных поставок. Надо отметить, не только модернизация ради модернизации проходит, а все идет на то, что выпуск новых видов продукции. Вы видите на прилавках сегодня, как идет продукция. И слышали в выступлениях на съезде главы государства замечания, почему у нас на рынке, на продовольственном рынке, в магазинах, засилие импортного товара. Президент сделал замечание. Сенние энергозатраты у агульным коште мясомолочной продукции складают каля 6%. За односно невеликой речбой – значные финансовые затраты. Только молочка региона кожный месяц вымушена платить за энергоресурсы каля 4 миллионов рублёв. Великие надеи ускладывают на электроэнергию с белорусской атомной станции. Але поколь гэта перспектива, а тому необходно шукать инши махчимостей. Уменьшить потребление – первая задача, энергоресурсы – вторая задача. Когда их покупают, то необходимо как-то стараться подешевле купить. Значит, если над первым вариантом уменьшить, мы применяем всевозможные энергосберегающие мероприятия. Это показатель, на который мы можем влиять. Второй же показатель – подешевле купить энергоресурсы. Тоже есть способы, которые мы применяем. Примаемые способы – гэта уластные котельни, які працуют на газе. На сегодняшний день самым экономичным в виде палева. Еще один вариант – перепрацовщики выкрыстовывают у Калинковичах. Мясовый молокозавод отрымливает носьбиты ад энергетического центра, який побудовал инвестор. У вынику электроэнергия тут отрымливается на 10%, а теплая энергия – на 80% – таней за коммунальные. Олег Синцеров, Наталья Игнатенко, Дмитрий Котов, Игорь Марышченко. Телерадио Компания «Гомель». Органы запису акта у грамадянской гостану Республики Беларусь сегодня означают свое стагодие. Миновата, с их работой связаны головные подзеи в жизни человека. Каждый документ у архивах – не просто лист паперы, а чистый лес. Как сустракали свой юбилей супрацовники ЗАХСа? У наступного репортажа. Первая ассоциация с органами ЗАХС – Весильный кортеж, вальс Мендельсона и инший атрибут регистрации шлюбу. Однако есть и иншая широкая кола функции – регистрация на роджение и усыновление, установление батьковства, скасование шлюбу, смена имя и фамилии. У Гомельской области зараз працуют 25 ЗАХСов – дом грамадянских обрадов и архив. Первый Гомельский отдел открылся 24-го студеня 1919 года и его загадчиком был мужчина. Сегодня у нашей области ЗАХСами керуют женщины. За прошлый час появились новые послуги. Например, популярные у молодых выездные регистрации и церемонии ушановления семейных пар юбиляров. Мы обязательно узнаем момент знакомства этой пары. И когда мы поздравляем их и это говорим, им очень интересно даже самим послушать. Многие приходят дети. И вот мы детям говорим, вы тихонечко узнаете, вот как они познакомились. Это будет для них интересно послушать. И действительно, смотришь, когда на них, они откуда вы знаете это все. Приятно, конечно, это все пристрелы для них получаются. Десяти годями специалисты передают свой опыт молодым супрацовникам. Надея Морозова працавала загадчиком отдела ЗАХС Жигуночного района, коля 25 годов. Памятая, як усе записи, вяли ручкой, а кабдадзины заховывались до уже и выкористовывали чарнила. Коли робили помылку, все переписывали на ново. Потом з'явилися компьютеры и интернет. С энтузиазмом почали створать сайт и сочить за проглядами. Але головное у працы засталося неазменным, что Дённы износены с людьми, які звертаются у отдела ЗАХС самыми розными пытаниями. Я до сих пор с ностальгией, вот я даже прохожу мимо ЗАХСа, где я проработала почти 25 лет, у меня до сих пор мурашки бегают. Это замечательная работа, это замечательная профессия. Старайтесь любить людей, старайтесь работать правильно, не в нагрузку себе, а именно идите на работу с душой, с желанием и все у вас получится. За 11 месяцев этого года ЗАХСы Гомельской области зарабили больше 39 тысяч записов. З их каля 13-ти спаловы об народжении дятей и больше за 9 тысяч об заключении шлюбов. Своё свято супрацовники ЗАХСов сустрель в аурочистой обстановце. Под час сходу им урочили гоноровые грамоты Министерства юстиции, Гомельской областной нотариальной палаты и Городского совета депутатов. Ханна Коральчук, Михаил Грабков, Александр Харлам, поутель и радиокомпания «Гомель». Шлях миру Нодара Бярыдзе пролёг прозгомель. Вядомый грузинский велоподорожник наведал областный центр. Проехать больше за 40 тысяч километров про стерриторию 30-ти краин. Такую мету поставил перед собой бизнесмен, волонтёр и веломатор с Грузии, коли в липени минулого года отправился у свой шлях миру. С невеликими перепынками Нодар Бярыдзе едзе по маршруте Уладивосток, Москва, Лиссабон, Тбилиси, які звяжут два океяны – Тихий и Атлантышный. Финишуя пробег 26 мая у день 100 годин на бытях Грузии незалежности. Так что оно того стоит, чтобы я ехал каждый день. У Гомелі Нодар Бярыдзе сустрелся с керавництвом управления спорту и туризму Аблвыганкама, а так само с веломаторами с объединением Велогомель, гоноровым членом, якого и стал. Сярод іншого обмерковали и разведцёв велосипедные инфраструктуры у Гомелі и Беларуси у Вогуле. На дворе на гэтым тыдне пагоршится. Замоцного ветра у регионе объявлено ранжево зровень небеспеки. Сегодня у ночи чекаются порывы до 18 метров за секунду и снегопад. На особных участках дорога слабая гололёдзица. Автомобилистам необходно быть осторожными, а по мягчимости лепшу Вогуле отмовиться от поездах. Температура по ветру складзе от нуля до минус двух. Завтра характер на дворе истотно не змениться. У день слупок термометра будет у межах от минус 4 до плюс 1 градуса. У наступной дни прогнозуется поступовое похолодание. Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее в эфиры «Спортывный огляд». С новинами спорту познайомець Максим Савин.